МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему такой выбор? Ну, за ними надо меньше ухаживать, и они не быстрее, они никуда не сбегут. А мама твоя тоже так думает? И кошечка дома есть уже. А, и кошечку тоже есть? Вторую кошечку я бы не хотела, да. Действительно улитки требуют меньше внимания и ухода? Да, на самом деле, конечно. Но если их несколько контейнеров, то гораздо больше. Несколько контейнеров в смысле, что полностью заполненных улитками? Да. Как у тебя дома? Да, но их надо... Это пока в мечтах, конечно. Это надо купать их, кормить, за ними убирать и мыть их аквариум. Но это, то есть, не все, да, которые у тебя имеются? Ну, это не все пока что. То есть в студию к нам пришли избранные улитки? Да. Сколько осталось дома? Где-то две. Две. Бедные две улитки. Они спят. Они спят. Кто сегодня с нами? Расскажи. Что это за улитки, что это за виды? Может быть, у них даже имена есть. Вот это форт. Самая большая? Ну, это старенькая. Самая большая старенькая форт? Самая большая. Так. Мы ее будем доставать, Кирюш? Да. Ну, давай. Это хотим. А чем она интересна? Расскажи. Она такая огромная. Ммм, ну, красивая. Да. Такими рожками. Давай ее покажем вот так. Ее же можно взять? Как ее надо держать? Вот так, правильно? Вот так. Ну, в руке. Так. Может, держать. Как ощущения? Так, прекрасные ощущения. Как будто спа рук делаю. Так, ну и рассказывай. Какой форт? Форт – это ахатин, африканская улитка, сухопутный. Так, что она ест? Овощи, может, еще насекомых. Ну, огурцами, я смотрю, ты ее кормишь, да? Ну, да. Самая их обычная еда – это листья салата или огурцы. А что значит, когда вот она рожки вытягивает? Это она довольна или недовольна? О чем это говорит? Это просто у нее там глаза. Она так смотрит. Второго смысла не искать, да? Ну, да. Хорошо, понятно. Когда вот, например, трогать за рожки, она прячет их. Вот. И ей помогает это делать глазные мышцы. А выпрямляет свои глазки, а она глазной кровью. Ничего себе. Откуда ты все это знаешь? Расскажи. Почитал. Какой ты молодец. А сколько ему лет? Или месяцев? Полгода. Полгода. Это взрослый считается охотиной или нет? Ну, это взрослый. Ну, мне кажется, что ему больше. Ну, где-то год. Просто для вас время медленнее бежит, чем для Кирилла. Хорошо. Так, рассказывай о следующих улитках. Кто там еще? Это самая у нас крупная представитель. Ну, пусть он у меня и сидит. Ему ничего? Это не страшно? Не будет этот человек? Ну, все. Он просто ползает. Хорошо, пусть ползает. Рассказывай других. О, боже мой. Так. Это кто? Младший брат? Это Феррари. Ну, да. Младший. Ну, тоже охотин. Почему у Феррари, а не Жигули? Расскажи, Кириш. Ну, Феррари, по-моему, что он очень быстрый. Феррари, потому что название фильма. Угу. Ну, это какой-то другой, да, этот брюнет? Ну, этот просто уже старенький, у него налет на панцире. А этот еще молоденький. Так. Это тоже охотин? Да, это охотин. Точно такой же. А они в каких отношениях друг с другом находятся? Они конкурируют, они дружат? Ну, они вместе могут ползать и есть. Угу. Ну, им веселее вместе или одна улитка, в принципе, может самостоятельно жить и ничего ей не будет? Ну, нежелательно, потому что одна улитка от одиночества может страдать в аквариуме. А их там две в одном аквариуме. Так, ну, значит, они живут хорошо, соседи, они добрые, да? Ну, да. А у них есть подружки? Нету, пока что. Пока что. Но ты работаешь над этим вопросом, уговариваешь маму, да? Пока что детей у них не было. Понятно. Елена, как вы относитесь вообще к увлечению своего сына, расскажите? Ну, это не первое его такое занятие, которое не совсем стандартное для ребенка, потому что он у нас... Вообще, эта мысль, он просто хочет из этого сделать дополнительный бизнес, как он нам сказал, да, потому что... Стартап, это да. Да-да-да, он шести лет пытается, сначала он делал пружинки, пытался их продавать, потом он делал какие-то изделия, вот, из дерева. Тоже говорит, мама мне, пожалуйста, сделай, говорит, объявление, наклей их на соседние дома. Но мама, конечно же, не стала делать, потому что так вышло. Вот. А с улитками он вот хочет создать свой приют. Так, чтобы это центр защиты улиток? Я не знаю, спросите у него. Кирюш, что это? Передержка улиток. Передержка улиток? Да. Первый год, вот, уже был с Авито, я в этот раз согласилась. И у нас жил 8 дней Валера. Валера. Валера, да. Что с ним потом произошло? Он поехал домой. И как прошел этот процесс передержки? Кирилл ухаживал, все хорошо. Все хорошо было, да? Кормил. Кормил, поил, купал. Такой довольный, да глаза горят. С гостями утренней студии мы беседуем об особенностях ухода за улитками. Ты расскажи, пожалуйста, почему у тебя разные виды улиток? Ну, обычно, кто заводит охотинов, тот, собственно говоря, потом с ними и занимается. А у тебя и такие, и другие. Охотин – это самый популярный вид пока что улиток. Но виноградный я их на отдыхе подобрал. И привез? Ну, да. А как ты их вез? Расскажи, как транспортировка была, в чем? В баночке. Угу. В баночке были другие улитки. Ну, еще две, которые сейчас дома. Угу. И две маленьких. Они нормально адаптировались потом к твоей домашней среде? Да. Сколько они времени у тебя уже живут? Эээ, времени? Середина мая. Ну, то есть тоже уже достаточно. Вообще, мы с мужем изначально это все не поддержали, потому что это все же такое дикое, дикий моллюск. Но Кирилл засунул в карман. И потом просто в отеле сказал нам, мам, ну я ее забрал. А потом еще забрал. И, в общем, мы приехали воролишь с улитками. Я так детстве с кошкой сделала. Кошку в карман? Да. Это очень сильное желание вашему ребенку. Здорово, что вы поощряете. А давай, пожалуйста, покажем виноградных улиток. Можно их вытащить? Ну, он спит, конечно. Ну, хочется посмотреть, как он выглядит и сравнить их с охотином. Лена, вы принципиальных в руки не берете? Как ваши отношения вообще к этому? Или пришлось полюбить? Ну, люблю, конечно. Сколько они у тебя занимают времени вообще? Вот в день. Сколько ты часов уделяешь уходу за улитками, за своими домашними? Я с ними могу сидеть по три часа. А что ты с ними делаешь по три часа? Ну, сижу, на них смотрю и кормлю. Релаксируешь? Потому что пока она ползет. Как на рыбок смотреть? Да. Как это происходит? Расскажи. Или ты бега какие-то улиточные устраиваешь? Может смотреть фильм? И сидеть с Фордом, например, его гладить. Это мило. Ну, у них 25 тысяч зубов. 25 тысяч? Да. Вот в одной улитке 25 тысяч зубов? Да. Я держу сейчас 25 тысяч зубов? Ты бы положила обратно. У них как у маленькой рыбки рот. Я именно, когда она меня кусала, я немножко ее приподняла, она меня опять хотела укусить. У нее там рот, зубы вот выдвигаются, хотят за меня схватить, а потом убираются. Ты рассмотрел под микроскопом. Как чужой. Там, наверное, несколько рядов зубов, да? У нее не в один же ряд 25 тысяч. Или как? Кружочком. Кружочком. Кажется, я поняла, словила твою волну вот этого релакса и наблюдения за улитками, потому что действительно это какие-то такие организмы, которые просто поражают. Мне еще показалось, по-моему, то, что там у них еще язычок был. Правда? Ну, маленький, да. Ну, ты много читаешь о них, да? Ты же, получается, еще и обучаешься параллельно? Да. Так, ну, а ты не хотел бы стать, может быть, биологом в дальнейшем? Зоологом, чтобы заниматься изучением животного мира? Может быть, ветеринаром, чтобы их лечить? Хотел бы ветеринаром для улиток. Ну что ж, давай сажать твоего форда обратно в контейнер. Мы тебе желаем, чтобы действительно это увлечение переросло потом уже в какое-то занятие по жизни. Спасибо вам большое, что пришли к нам в утреннюю студию. И вам, Елена, спасибо, что поддержите своего ребенка. Это важно. Напомню, в студии были Елена и Кирилл Ивановы, хозяева улиток. «Утро вместе» продолжается.